Здравствуйте, читатели Музьки и Хёй Терэпэ, 18. Продолжаем дербанить китайский товар из категории продавца миска. На этот раз под мою тяжелую руку попал многофункциональный фонарь с кучей возможностей. Как всегда, тестирую по полной программе и конечно разборка. Пришел в слегка помятой коробке. Видимо на почте завелись футболисты. Фонарь не сломан, не сломлен. Размер небольшой. У продавца есть два варианта, мне на растерзание достался меньший вариант. Есть вариант побольше за 7,98 долларов покрытие приятное, типа soft-touch. Что есть снаружи, кнопка и гнездо зарядки. Гнездо зарядки прикрыто резинкой, клипса. При зарядке светится красный светодиод, после окончания заряда он меняет цвет на зеленый. Скажу заранее, с зарядом и разрядом там все нормально. Одно нажатие кнопки включает самый яркий режим, второе режим послабее, третье нажатие включает маленький светодиод на конце фонаря. Ну и четвертое нажатие выключает фонарь. В среднем режиме сильно мерцает. Этим режимом пользоваться не рекомендую. В комментах написали, что есть скрытый режим, если долго держать кнопку включения, то сначала может переключиться режим, а потом длинная кап-матрица включается красным светом. Если нажать еще раз, то начинает моргать. У меня тоже работает. Интересная функция. Сразу плюс 100 копеек полезности. Голова фонаря сделана из алюминия, в ней под пластиковым стеклом длинный кап-светодиод. Голова фонаря поворачивается в двух местах, то есть можно повернуть как угодно, почти на 360 градусов. В хвосте фонаря есть магнит, держит отлично. Там же есть крюк, можно его отщелкнуть и подвесить фонарь. Но и сбоку есть клипсы и отверстия под темляк. Клипсы хорошие, можно повесить на карман куртки и развернуть наружу. А вот шнурок зажали. Значит посмотрим, что у него со светом. Вначале фонарь светит довольно ярко и голова немного нагревается. Я поставил его на прогон и через какое-то время яркость упала. Стабилизации тока тут и не пахнет. Но и о времени работы говорить сложно. Значит посмотрим, что у него внутрях. Ток потребления вначале на максимальном режиме около 800 ма, на среднем около 200 ма, мощность около 2 часов 5 минут ватт. Аккум типа размера 14500, емкость показала около 400 махов. Зарядом аккуму заправляют микросхема TP4057, верхняя отсечка и 2105 соблюдаются. На самом аккуме видимо есть плата защиты от переразряда, отключает нагрузку при 2.5 вольта ровно. До 2.5 вольта фонарь долго тлеет, часов 10 может, яркость сильно падает многократно. Без света остаться сложно. Задумка фонаря неплохая, можно повесить и прилепить куда угодно, светить куда угодно. Поставить рядом с ноутом, чтобы подсветить клавиатуру при написании обзоров, запитать от USB, аварийный свет, кинуть куда-то в машину, можно прилепить на любую железку. Но исполнение не очень. Аккум слаб. В большей версии, наверное, стоит Аккум 18650, можно купить ее, заменить аккумулятор на нормальный, а заодно повеселиться, высыпая песок из комплектного Аккума. Надо ли оно вам, решайте сами. Товар предоставлен для написания обзора магазинам. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...